привет друзья добро пожаловать на канал хочу в америку спасибо что присоединились спасибо что следите что подписывайтесь и сегодня мы с вами поговорим это будет очередной выпуск из цикла нью-йорк сегодня мы поговорим про нью-йорк про весенний нью-йорк частности про центра парк про пару интересных мест которые стоит здесь посетить и непременно поставить галочку бывал здесь то есть помните здесь был вася вот нужно это все сделать нью-йорк обязательно когда приедете мы сейчас находимся в центра парке одно из самых красивых мест города одно из самых культовых немножко интересных фактов про центра парк скажу больше что я записывал видео в центре парке на протяжении полутора лет поэтому здесь будут кадры разные в том числе и не совсем свежие но что ж давайте начнем прежде чем продолжить не забудьте кто не подписан подпишитесь все-таки смотрите канал я думаю что стоит это сделать и поставьте лайк если есть у кого-то возможность оставить чаевые виде супер спасибо то пожалуйста но еще напомним что у нас есть спонсорство канала для тех кому уж совсем нравится то что я делаю что же друзья нью-йорк центра парка поехали центральный парк простирается от 59 до 110 стрит и ограничен восьмой авеню запада и пятой авеню с востока здесь можно встретить людей загорающих людей бегающих людей просто лежащих на травке или разговаривающий сидя на скамейке также просто прогулящи здесь играют здесь иногда даже жарят барбекю в специально отведенных местах в манхэттенский центральный парк расположена огромная территория равные 840 акрам или триста сорок гектаров в парке есть легендарные памятники монументы и места такие как скульптурная группа алиса в стране чудес замок бельведер фонтаны игла клеопатры заново построенный каток памятник гансу христиану андерсон и музыкальные часы а также огромный пруд с черепахами центральный парк это не совсем парк в нашем понимании слова парк это вполне благоустроенный лес с летним театром со фонтанами со дорожками для бега для проезда на велосипеде для игры в разные подвижные игры в том числе и бейсбол и волейбол нью-йоркцы гордятся что парк задуман и создан предками давным-давно конечно же по американским меркам аж в девятнадцатом столетии в 1844 году популярный в городе человек поэт журналист создатель газеты нью-йорк пост уильям брайт предложил создать парк где была не столько творческая сколько революционной для нью-йорка той поры было предложено не только устроить место для отдыха горожан но и сохранить часть природы до колумбовой эры пусть наши предки увидят какой мы застали эту землю и тут же то во что мы ее превратили с пафосом заявил уильям и как говорится идея постепенно начала занимать умы денежных людей богатые горожане того времени очень много путешествовали в европе и видели подобные парки они горячо поддержали идею брайта по но по-американски решили что в нью-йорке парк должен быть и лучше и больше чем в европе и вот уже в 1856 году был выкуплен за пять с половиной миллионов долларов огромный участок как водится объявили конкурс на проект создания парка который выиграл архитектор кавлоретт вуд и ландшафтный архитектор фредерик олменстед место это не годилось для строительства жилья поэтому с ним легко расстались на территории были огромные валуны болотца скальные выступы стояли бедные лачуги фермеров жителей пришлось переселять с этой территории выделив им конечно же на определенную компенсацию над парком трудились больше 20 тысяч человек из других штатов новой англии здесь были каменщики инженеры и ландшафтные дизайнеры и садовники в общем много было потрачено и времени и денег и в итоге вот он появился вот такой вот центральный парк открылся он для посещения в 1859 году к сожалению в истории центрального парка были и не самые светлые периоды много раз он приходил в упадок в двадцатом веке в городе появились автомобили которые загрязняли окружающую среду вредили парку наблюдать за его территории стали небрежно выделялось мало средств перестали убирать отмершие растения расчищать участки прострадали и строение находящийся на территории центра парка однако несмотря на очень большую цену земли в манхэттене парк постоянно восстанавливался силами самих горожан которые а для которых он стал национальной гордостью является до сих пор одним из немногих природных мест отдыха в густонаселенном застроенной небоскребами городе он особенно ценен для тех кто редко выезжает на природу когда стали популярными спортивные занятия на воздухе здесь стали создаваться спортивные площадки сделали дорожки для бега езды на велосипедах и на роликах въезд на территорию парк автомобилям запрещен все автомобильные дороги здесь проведены под землей зато нередко можно увидеться украшенные комные экипажи который очень популярны у туристов на территории центра парка есть большой зоопарк работающий круглый год вход бесплатно для детей до 3 лет для детей от 3 до 12 входная плата 25 центов для взрослых 1 доллар ледяные площадки для катания на коньках красивые аллеи для прогулок романтичный каменный мостик а также морские львы белые медведи забавные китайские бамбуковые медведи панды пингвины выдры это лишь небольшая часть его обитателей подробности об ох об обитателях смотрите популярном мультфильме мадагаскар который был снят по мотивам именно этого зоопарка в централ парке постепенно обстановка обновлялась централ парке скульптурами дополнялась сооружениями фонтанами здесь много прекрасных мест с водой где можно покататься на лодках в центральном парке находится также знаменитый земляничное поле с мемориальной мозаикой недалеко от от места убийства джона леннона тоже очень популярна достопримечательность на этой территории приятнее всего конечно гулять по парку пешком периодически в нем теряться теряться легко сотни тропинок разбегаются в разные стороны и приятно и не страшно перед вами открываются раз чудесные виды из-под ног выпрыгивать всякая живность главным образом серые белки и если вдруг захочется понять где вы находитесь всегда можно взглянуть на ближайший фонарный столб на нем будет указан номер первые две цифры которого обозначают ближайшую улицу то есть номер этой улице по поводу собственной безопасности можете не волноваться в светлое время суток центральный парк вполне спокойное место а затем на конечно сюда лучше безо всякого повода не соваться как и в любом не городском парке в любой точке земного шара на вечера концертов театральных представлений и прочее на развлечении подобное правило конечно же не распространяется также вы можете получить в инфоцентре бесплатную карту парка и отметить для себя самые интересные места которые бы вы хотели посетить желающим изучить парк целиком можно взять на прокат велосипед стоит это примерно где-то в районе 25-30 долларов но не забудьте что с вас спишут депозит который вернут как только вы вернете в целости и сохранности велосипед что же друзья отправляйтесь центральный парк получаете море удовольствия от соприкосновения с дикой природой в центре столицы мира города нью-йорк и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пляжная сторона здесь шикарная, хорошая, но и конечно же самое удобное место для наблюдения за солнечным затмением, вот на мой взгляд уже становится все темнее и темнее, но прибежала какая-то небольшая точка, надеюсь сейчас она убежит и мы все-таки увидим эту солнечную кромку за луной, вот, но мистически, конечно, все это все мистически. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok На что я очень надеюсь ДимаTorzok ДимаTorzok Чем бы дитя не тешилось, лишь бы, так сказать, не выпрашивало ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Друзья, обязательно напишите в комментариях, видели ли вы солнечное затмение, вообще где это было, как это было, какое ваше ощущение. Мое первое затмение было в нулевых где-то, это было в России, на юге России, мы смотрели через сварочную маску, это было потрясающе какое-то было такое ощущение мистическое. Мне было лет тогда 19-20, может чуть меньше, может 18, это было нечто. Вот сейчас я в Нью-Йорке здесь, смотрю, между прочим в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк будет наиболее полное затмение в районе Баффало или Ниагара Фоллс. Туда уехала сегодня наша группа, поездка достаточно дорогая, к примеру, поезд из Нью-Йорка, пущенный специально МТА, это транспортная компания Нью-Йорка, которая обеспечивает перевозки, отправила туда состав, спальный вагон на три дня, две ночи, жить прямо в вагоне. Стоимость одного билета человека была 3140 долларов. Вот те, вы смотрите, как люди рванули, смотрите на Нью-Йорку, солнечное затмение. В этой части сегодняшнего выпуска Нью-Йорк 6 хочу поговорить с вами про удивительный аттракцион, который есть в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Что ж, это будет потрясающая поездка на остров свободы, к статуе свободы. Это потрясающее мероприятие, которое подарит вам максимум удовольствия от увиденного, потому что это именно та часть поездки в Нью-Йорк, которая обязательна к исполнению любому туристу. Вот уже больше века она высоко держит свой факел. Мигранты, беженцы, туристы и те, кто просто вернулся домой. Статуя свободы встречает всех, кто заходит в Нью-Йоркскую гавань. Статуя свободы – одна из самых знаменитых скульптур в мире. Часто называют символом Нью-Йорка и в целом Соединенных Штатов Америки. Символом свободы и демократии. Поездка на статуи свободы, или как называют ее уважительные Нью-Йоркцы, Леди Либерти, начинается вот здесь, с Б-3 парка, с терминала, на котором стоит купить билет. В котором включен также аудиогид, который вы получите на нескольких языках, в том числе на русском. Поэтому нам предстоит небольшая поездка, вон за моей спиной находится Леди Либерти, на корабле, который называется «Мисс Нью-Джерси». Статуя свободы была подарена Соединенным Штатам Америки правительством Франции в честь столетия Американской декларации независимости. Гигантская фигура называлась «Свобода, освещающая мир». И в течение 10 лет создавалась в художественной студии скульптора Фредерика Гюста Бартольди. Гюстав Эйфель, творец Эйфелевой башни, разработал для нее конструкцию внутреннего стального каркаса. Планировалось обручить этот дар 4 июля 1876 года. Но из-за недостатка средств, которые должны были пополняться путем добровольных пожертвований, торжество пришлось отложить. Практично американцы не понимали, ради каких таких романтических утопий они должны расстаться со своими трудовыми доходами. Бартольди вынужденно отправил в штаты фрагмент статуи высотой 15 метров в правую руку и факел, который установили в Филадельфии на выставке столетия. За это, чтобы подняться на факел, брали 50 центов, по тем временам приличные деньги. Затем руку с факелом привезли в Нью-Йорк, установили в Мидисон Сквергарден. И все же денег явно не хватало. Со сбором средств в поддержку строительства Статуи Свободы помог молодой журналист, редактор и издатель газеты World Джозеф Пуллицер. Он, наверное, вам многим знаком по своей знаменитой Пуллицеровской премии, которая названа в части его имени, которая награждают пишущих журналистов за выдающийся вклад. Значит, Джозеф Пуллицер в своей газете призвал американцев пожертвовать денежку. Эта статуя не является подарком миллионерам Франции, миллионерам Америки, писал он, причем гневно. Это дар французов всем американцам. Примите это как призыв, обращенный лично к вам. В течение пяти месяцев нужная сумма была собрана. Эта акция принесла не только долгожданную статую американцам, но и позволила Пуллицеру увеличить втрое свой тираж, точнее тираж своей газеты. А в наши дни Пуллицеровская премия является самой престижной для журналистов всего мира. По прибытию на остров вам нужно будет взять гид, который входит в стоимость ингредиентов. Таким образом подойдите к пункту аудиогид и скажите, что вам нужен юашин, на русском, либо на вашем любимом другом языке, например, хинди. Для того, чтобы посетить и зайти вовнутрь статуи свободы, вот она прям, видите, как она красуется за моей спиной, нужно предварительно оформить билет, который нужно сделать там чуть ли не за полгода, конечно, но за несколько недель точно. Но во время пребывания на острове вы уже это не сможете сделать, поскольку вся резервация будет закрыта. Поэтому подумайте, если хотите наподняться наверх и вплоть в корону, там есть обзорная площадка, на которой вы прекрасно увидите все то, что мы видим отсюда, подумайте об этом заранее. Вся экскурсия начинается отсюда, с флагштока, и, соответственно, это как телефон, нажимаете на кнопку, прикладываете куху и слушаете. Я слушаю на русском языке, поскольку русский самый красивый. А вы знаете, что именно вот этот вот остров Элис как раз и очень долгое время был скандальной историей, поскольку Манхэттен, то есть штат Нью-Йорк и Нью-Дерси, которые находятся через Гудзон, спорили за право влазения этим островом. Сейчас детали я вам расскажу. Не переключайте, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вы будете подписаны на канал, и вы узнаете все самые интересные факты о том месте, где бываю я. Кстати, у меня есть инстаграм, на который стоит ли подписаться. В сторис я всегда бросаю клич и высылаю открытки на ваш адрес, который вы пришлете мне в директ. Что ж, друзья, а сегодня мы находимся в Нью-Йорке, на острове Элис, где находится статуя свободы, или, как говорят нью-йоркцы, леди либерти, это намного уважительно. С момента передачи государственной земли в частную собственность колонии в 1664 году остров свободы входит в состав штата Нью-Джерси. Остров находится на границе штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси, но с момента их разделения в 1674 году в документах особо отмечено, что остров свободы является частью Стейтен-Айленда, формально входящего в состав Нью-Джерси на тот момент. С тех пор за управление островом Свободы идут горячие споры. До 1997 года считалось, что надводная часть острова принадлежит Нью-Йорку, а та, что скрыта под водой – Нью-Джерси. Но в 1997 году эта ситуация перестала устраивать сторону Нью-Джерси, которая утверждает, что согласно договору 1834 года Нью-Йорк может претендовать только на естественные земли на острове Свободы, а не на искусственно насыпанную часть, и не имеет никакие права на это. Верховный суд согласился с доводами правительства штата Нью-Джерси, и с тех пор с автомобильных номеров Нью-Йорка пропала символ свободы, и символ Нью-Йорка – статуя свободы. Теперь она относится к штату Нью-Джерси. Еще одно место, которое в Нью-Йорке стоит посетить – это, конечно, Бруклин проспект парк. Бруклини проспект парк, так называется. Это аналог Централ парка, но не такой раскрученный, не такой туристический. Здесь предпочитают проводить время исключительно местные. Здесь проходят всякие фестивали, здесь жарят шашлык, бегают, прыгают, танцуют и активно проводят время. Очень часто здесь проводят детские дни рождения, накрывают шатры, жарят барбекю, шашлык там. В основном это, конечно, латиноамериканцы. Кругом слышится такая вот испанско-мексиканская музыка. Ну, тоже как бы достаточно неплохой парк для времяпрепровождения, но не такой раскрученный, не такой снимаемый, как Централ парк. Поэтому, друзья, будете проходить мимо, не проходите, заходите погуляйте, посмотрите одно из ухоженнейших и шикарных мест зеленых в Бруклине, Нью-Йорке. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 районов престижных здесь достаточно дорогая недвижимость как в принципе и все квартиры что продаются в районе центра парка поэтому да конечно в центра парке чуть-чуть подороже но здесь тоже не очень дешево поэтому если любите жить в районе а зеленый с хорошей экологии за это нужно платить как впрочем я думаю везде друзья ну вот таким получился сегодняшний выпуск сегодня мы говорили про нью-йорк далеко из дом не уезжали находились здесь прям таки в родных пенатах мы сегодня прогулялись по центральному парку мы были на статуе свободы мы погуляли по бруклинскому проспект парку мы поговорили с вами про затмение и чуть-чуть захватили музеи а что ж пишите в комментариях чего не хватило вам что не посмотрели я напомню 6 выпуск про нью-йорк 6 друзья а если вы не смотрели предыдущие обязательно посмотрите все они на канале все они так и называются нью-йорк 12 нью-йорки на места и так далее и тому подобное а давайте пишите чего не хватает про что снять рассказать и помните мы с вами отправляемся буквально два раза в месяц в какой-нибудь путешествие мне очень интересно а при принимайте активно участие в жизни канала пишите сообщества вкладки сообщества свои комментарии отвечайте на вопросы проходите мои маленькие исследования когда я опрашиваю вас какой вы выпуск хотите активно принимайте участие подписывайтесь на инстаграм ставьте лайк колокольчик вообще приветствуется любая активность любые комментарии пределах разумного еще раз подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки принимайте активное участие в жизни канала и а вы тоже принимаете участие в организации контента впереди сан-франциско впереди асиха впереди много чего интересного пока не хочу раскрывать план и пусть будет маленьким сюрпризом что же это был канал хочу в америку меня зовут сергей добро пожаловать звоните пишите всегда хорошо пока Субтитры сделал DimaTorzok